Спрыгнуть с высоты километра и попасть в круг с 5-рублевую монету. Именно так проверяется профессионализм парашютиста. В минувшие выходные в Сургуте прошел окружной чемпионат по парашютному спорту. Участники соревновались в точности приземления. Показать свое умение приехали спортсмены не только из Югры, но и соседних регионов, Тюменской и Омской областей. За первое место боролись 28 человек. Как прошли соревнования, смотрите в следующем сюжете. Выпрыгнуть из самолета на высоте 1200 метров не каждый рискнет. Но есть смельчаки, для которых это стало смыслом жизни. В прошедшие выходные на аэродроме Боровая в Сургуте было жарко. Парашютисты Югры и соседних областей соревновались, кто точнее приземлится. Вот этот мат рядом со взлетно-посадочной полосой выступает своеобразной мишенью. И тут все как в стрельбе. Чем ближе к центру, тем точнее. Парашютистам нужно попасть ногой в яблочко, спустившись с высоты 1200 метров. Оценивает результат электроника и судьи. Наблюдая за спортсменами, может показаться, что практически все попадают в центр. Но это ошибка. Визуально разницу в несколько сантиметров легко не заметить. Поэтому и нужна электроника. На самом деле попасть в ноль достаточно сложно. На этих соревнованиях лишь один прыжок был чистым. Ведь любой порыв ветра может смазать результат. Я сейчас дал 9 сантиметров. Максимальный результат – ноль сантиметров. Нужно было получше постараться. Раскачал купол, сделал ошибку. И нестабильное положение было в момент постановки ноги. Для меня получилось сложно. Поток ветра взбил. Так что все, мне круга. Так что результат не очень. Призовых мест уже, я думаю, не будет. Так что, ну, борьба между собой, с самим собой, внутри командой. Конечно, если будут объективные причины промаха, то спортсменам позволят повторить прыжок. Но такое происходит достаточно редко. Есть, конечно, какие-то там и факты. Потоки ветра поменялись. Но для этого, если что-то идет не так, я имею в виду по погоде, порывы ветра, еще что-то такое. Для этого есть судьи. И если пошло что-то не по правилам, то спортсмену дается перепрыжка. Здесь было все по правилам. Просто спортсмены, ну, плохо подготовились к этому прыжку. После такого заключения судьи ничего не остается, как принять результат и надеяться, что следующий прыжок выйдет куда лучше. А пока у спортсменов есть время все обдумать и подготовиться к следующему этапу. А на этой локации спортсмены готовятся к следующему прыжку, а именно собирают парашют. И, как видим, площадка достаточно длинная. Это необходимо для того, чтобы парашют можно было полностью растянуть и собрать как положено. Ошибок допускать нельзя. Они могут привести к печальным последствиям. Сложность в чем? Надо знать, как это делать. Надо делать это очень внимательно. И любя, гладить его как любимого мужчину, чтобы он в воздухе тебя не подвел. Вот и весь секрет. В итоге все прошло без нештатных ситуаций. Оборудование не подвело. А вот с мастерством и угорские спортсмены подкачали. В командном зачете они взяли серебро, отдав победу парашютистам из Увата. В индивидуальных прыжках, как у мужчин, так и у женщин аналогичная ситуация. Только второе место. Отличился лишь спортсмен из Сургута Евгений Завалишин. На дополнительных прыжках среди призеров стал первым, заслужив титул абсолютного чемпиона соревнований.